Экзегет В условиях правильной исповеди, необходимости исповеди и необходимости покаяния нет сомнений у всякого верующего человека, серьезно относящегося к своей жизни. А вот об условиях правильной исповеди тоже так или иначе много написано и много сказано. Хочется вашему вниманию предложить наставление одного из выдающихся исповедников веры 20-го столетия, насильника Троицы Сергиева Лавры, одного из ярчайших проповедников этой обители и одного из выдающихся богословов Московской духовной школы. Архимандрита Тихона Агрикова. Под таким именем он более известен, хотя незадолго до своей кончины он принял Великий Схиму с именем Пантелимон, и мы молимся о покаянии его души, как за Схи Архимандрита Пантелимона Агрикова. Условия правильной исповеди. Как следует относиться к таинству исповедей и какова наука самого покаяния? Первым действием на достойной исповеди должно быть испытание сердца. Обычно люди, неопытные в духовной жизни, не видят ни множества своих грехов, ни их тяжести. Ничего особенного, все как у всех. Только мелкие грехи, не украл, не убивал. Так обычно говорят люди. А самоуверенность, черствость, раздражение, человекоугодие, слабость веры. Недостаток любви, малодушия, ропот и уныние. Разве это мелкие грехи? Разве кто-то может сказать, что он достаточно верит в Бога и достаточно любит Его? Что каждого человека он любит, как брата во Христе? Что мы достигли кротости, безгневия, полного смирения? Если же нет, то в чем же заключается наша христианская жизнь? Спрашивает отец Тихон. Чем объяснить нашу самоуверенность на исповеди? Как не окамененным нечувствием. Как не холодной мертвенностью сердца. Душевной смертью, которая приближает и смерть телесную. Почему святые отцы, оставившие нам покаянные молитвы? Те покаянные молитвы, которые есть в чинопоследовании утренних, вечерних молитв, в канонах, во многих других богослужебных текстах. Почему святые отцы считали себя первыми из грешников? С искренней убежденностью взывали к Иисусу Христу. «Никто же согреши на земле от века, якажи согреших, а закаянные и блудные». А мы убеждены, что у нас все благополучно. Чем светлее луч солнца в подземелье, тем яснее выступает беспорядок в разных предметах. Чем ярче свет Христов озаряет наше сердце, тем яснее выступает беспорядок в душе. Осознаются грехи, язвы и раны душевные. И наоборот. И это очевидно, дорогие друзья, для всех нас. Чем более люди погружены в омарок греховный, ничего не видят в своем сердце, а если не видят сколько-нибудь, то и не ужасаются, и им не с чем сравнить себя. Разбираясь своей души, надо постараться различать основные грехи от производных. Например, рассеянность на молитве, дремота и невнимание в церкви, отсутствие интереса к чтению Священного Писания. Не происходят ли эти грехи от маловерия и слабой любви к Богу, от ленности или беспечности? Нужно отметить в себе своеволие, непослушание, самооправдание, нетерпение упреков, упрямство, но еще важнее открыть их связь с самолюбием, высокоумием и гордостью. Еще одно средство, ведущее нас к познанию наших грехов, мудро пишет Отец Тихон, вспомнить, в чем обычно нас обвиняют люди, особенно рядом с нами живущие, близкие. Ну, это же не секрет для нас, дорогие друзья, что близкие, там, члены семьи, родственники, так или иначе, зная, видя нас в обстановке, где мы ведем себя непринужденно, естественно, им виднее наши недостатки. И вот Отец Тихон обращает внимание, что вспомнить, в чем тебя обличают самые близкие люди. Почти всегда их обвинения, укоры и нападки имеют основания. Необходимо также взаимное прощение грехов друг к другу во исполнении заповедей о прощении ближних. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих, где Спаситель говорит, что если отпускаете ближним согрешение их, то отпустит и вам, Отец ваш Небесный. При таком испытании сердца нужно следить, чтобы не впасть в чрезмерную мнительность и мелочную подозрительность ко всякому движению сердца. Став на этот путь, можно потерять чувство важного и неважного, запутаться в мелочах. В этих случаях святые отцы советуют временно оставить испытания своей души, посадив себя на простую духовную диету. С молитвой и добрыми делами упростить и прояснить душу. Вот обратите внимание, дорогие друзья, как Отец Тихон Агриков, будучи сам очень глубокоопытным духовником, вот обращает внимание на эту очень важную деталь, потому что такая чрезмерная мелочность, чувствительность. Есть люди такого склада, как бы очень любят копаться в себе и видят любой недостаток, и себя чрезмерно из-за этих недостатков могут корить. Вот здесь как раз обращает внимание, что надо посадить такому человеку себя на духовную диету, немножко упростить взгляд на себя. Приготовление к исповеди заключается не в том, чтобы только вспомнить или даже записать свои грехи, а в том, чтобы осознать свою вину, довести свое покаянное чувство до сердечного сокрушения, и, если можно, пролить слезы покаяния. Отсюда возникает второе положение, нужное на исповеди – сокрушение сердца. Знать свои грехи – это еще не значит каяться в них. Скорбь о содеянном, плач о грехах важнее всего на исповеди. Но что делать, если иссохшее греховным зноем сердце не оращается оживительными слезами? Все равно надо каяться. Каяться в самой холодности и бесчувственности своей, в надежде единственно на милость Божию. И, обращая внимание на, вспоминая совет святителя Феофана, затворника Архимандрит Тихон говорит, что никогда не надо стесняться слез на исповеди. Если от сокрушения сердца на исповеди вдруг умолящегося, укающегося появляются слезы, то не стоит их стыдиться, если они орошают наше лицо. Пусть очищается душа от скверной греховной, облекается вновь одежда невинности и чистоты. Главное, чтобы вот эти слезы не были от чрезмерной такой чувствительности и саможеления, потому что все-таки это очень важный нюанс. Слезы покаяния от сокрушения сердца и слезы саможеления – это немножко разные вещи. Испытания совести и сокрушения сердца неизменно ведут к чистосердечному, словесному исповеданию грехов. Таким образом, возникает третий момент исповеди, третье ее условие – словесное исповедание грехов. Святые отцы учат, что на исповеди не следует ждать вопросов от духовника, а самому нужно исповедовать свои грехи, не стыдясь, не скрывая и не умаляя их тяжести. Исповедь есть подвиг самопринуждения. Говорить надо точно, не затемняя неприглядности греха общими фразами, например, «грешна против седьмой заповеди» и так далее. Или, как иной раз, вы, наверное, сами знаете, дорогие друзья, приходилось вам, наверное, слышать, когда кто-то говорит, «Вот я пошла на исповедь и сказала общими фразами, грешна делом, словом, помышлением». И все. Вот такое вот общее. Или когда говорят, батюшка, «грешна во всем». Это такое вот обобщение, совершенно не имеющее ничего общего с сокрушением сердца и с видением своих грехов. Ну, не можешь ты, милый человек, быть грешен абсолютно во всем. Но есть у тебя конкретные грехи, которые удаляют тебя от Бога. «Очень трудно, – пишет далее отец Тихон, – исповедуясь, избежать соблазна самооправдания, попыток объяснить духовнику смягчающие обстоятельства». Когда, знаете, духовнику во время исповеди пытаются объяснить, батюшка, чтобы вы правильно поняли, что я делала, или что я делал, что я имел в виду и так далее, ссылаясь на других людей, будто содействующих моему греху. Все это есть признак самолюбия, отсутствия личного глубокого покаяния. Бывает, что, каясь в каком-либо грехе, например, в гневе или ссоре, исповедующийся невольно входит в осуждение других, выгораживая себя и обвиняя ближнего. Иногда на исповеди ссылаются на слабую память, не дающую будто бы возможности вспомнить грехи. Действительно, часто бывает, что мы свои грехи забываем. Но от слабой ли это памяти? Совсем нет. Ведь, например, похвалы, льстящие нашему самолюбию, мы помним многие годы. А вот грехопадения свои не помним. Не значит ли это, что мы невнимательны и рассеянны живем, не придаем нашим грехам серьезного значения? Признак совершившегося искреннего покаяния, то есть, как бы, вот этот первый явный совершенно, ну, скажем, современным языком, симптом, когда человек, покаявшийся, прям чувствует, что он покаялся искренне, чистосердечно перед Богом. Признак совершившегося искреннего покаяния – чувство легкости, чистоты, неизнестимой радости и глубокого душевного мира. И наоборот, недостойное покаяние характеризуется душевным неудовлетворением, сугубой тяжестью на сердце, каким-то смутным, неясным чувством тревоги. Наверняка, дорогие друзья, кто сейчас нас слушает или будет слушать, можете вспомнить в своей жизни такие случаи, примеры, когда вы вроде бы подошли, вроде бы поисповедовались, а отходите после того, когда священник прочитал разрешительную молитву над вашей главой, отходите с чувством какой-то неизъяснимой тревоги, какой-то тяжести, какое-то остается чувство недосказанности, неудовлетворенности. Вот как раз отец Тихон обращает на это внимание. Нужно отметить, что раскаяние не будет полным и полезным, если кающийся не утвердится во внутреннем своем человеке, на камне решимости, не возвращаться к исповеданному греху. Но говорят, как это возможно? Не будет ли ближе к истине как раз обратная наша уверенность, что грех снова повторится? Ну, это такая лукавая мысль, которая так или иначе посещает наверняка многих людей, что думаешь, вот я сейчас покаюсь, но потом я точно знаю, что все равно вот в эту же, простите, помойку окунусь точно совершенно. Часто бывает, что грех остался, но частая исповедь и причащение святых тайн расшатали и значительно ослабили его корни. Поэтому и сама борьба с грехом, частая исповедь, страдания грехов, разве это не приобретение? Не устрашайся, говорит святой преподобный Иоанн Листочник, хотя бы ты и падал каждый день, не отходи от путей Божьих, стой мужественно, и ангел тебя охраняющий, почтит твое терпение. Таким образом, подводит итог отец Тихон Агриков, наш выдающийся современник и выдающийся богослов Троицы Сергеевой Лавры. Таким образом, наука истинного покаяния определяется тремя вышеназванными моментами. Это испытание сердца, сокрушение души и словесное исповедание своих грехов. Вот такое мудрое наставление отца Тихона. Я очень надеюсь, что оно будет всем нам полезно. Будьте здравы и Богом хранимы. Субтитры создавал DimaTorzok